Поручик, я сомневаюсь, что у вас была мать. Кто знает старое кино, тот помнит откуда это. Адъютант его превосходительства. Фильм про хороших красных и плохих белых, но иногда наоборот. Я не могу себе представить полицейских, а нет мусоров, которые били у себя в отделении 78-летнего старика. Я сомневаюсь, что у них была мать. Но кто-то же их родил и воспитал, кто-то вышел за них замуж, прожал от них детей, кто-то их учил, кто-то им жмет руку. Москва, центр, Таганка. В отделении доставляют задержанных активистов с Лубянки, где они пытались проводить одиночные пикеты против репрессий, полицейского произвола и против попрания Конституции. Среди задержанных известный правозащитник, в прошлом ученый-физик, создатель движения «За права человека» Лев Пономарев. Ему 78 лет. Его и еще одного задержанного избивают. Несколько человек в масках, служивые, бьют в отделении полиции. Льву Александровичу вызвали скорую. Его собрались госпитализировать. Но мусора не выпускают его с территории своей мусарни. Не выпускают автомобиль скорой помощи со стариком внутри, которого они сами только что избили. Что им будет, этим мусорам? А вот давайте вспомним. Москва, центр, парк культуры. Старейший правозащитник России, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Ей тогда было 82 года. Несет цветы к месту теракта. 39 человек тогда погибло. 29 марта 2010 года. К Людмиле Михайловне прибегает молодой отморозок. И с криком «Ты еще жива?» бьет ее по голове. У Алексеева сотретение мозга. Отморозка задерживают. И ничего. Это уже было после того, как Алексееву жестко скрутили на триумфальной и забросили в автозак. И вот тот же год, четыре месяца спустя, в Сюлигер, туда приезжают Медведев, Сурков и вся Шобла. А там на главной аллее стоят колья, 13 штук. И на них надеты ему лежи голов в нацистских фуражках. В том числе голова Людмилы Алексеевой. И, например, голова Николая Сванидзе, историка и члена Совета по правам человека при президенте. И что? И ничего. Тогда все это списали на некую Машу Дрокову, которая потом уехала жить в США. А Российская Федерация под управлением Путина ВВ живет себе и живет. Без покаяния, без осознания и раскаяния. Только победы, только марша святые цари, угодники и ткачей. Вот, пожалуйста, дипломированный предельщицей Валентине Терешковой, 82. А какой вой стоит у пропагандистов? Кто там посмел обижать наше все, нашу чайку? Да кто ее обижает-то? Не нами придумано, что за полет космический ей Никита подарил хуй автоматический. И про суку в космосе не нами, предками нашими придумано. А мы что? Мы сохраняем память предков, передавших нам идеалы, как теперь записано в Конституции. И веру в Бога. Но в этом что-то я сомневаюсь. Какой Бог, когда поручик? Я сомневаюсь, что у вас была мать.